Георгий Сверидов, ведущийся пианист и композитор, родился в городе Фатеже, Курской губернии. Первые музыкальные произведения он написал в 20 лет, но настоящая известность ему пришла уже на 50-м году жизни, в 1964-м. Тогда на советские киноэкраны вышел кинофильм «Метель», в котором зазвучала музыка Сверидова. Будущий композитор родился в семье, не имевшей к музыке никакого отношения. Просто однажды мальчик заинтересовался звуками балалайки, освоил инструмент самоучкой, а в 14 лет поступил в Курскую музыкальную школу. С такой простой историей начался путь большого музыканта. Сверидов отправился в Ленинград, поступил в музыкальный техникум. После окончания техникума в 1935 году он на некоторое время вернулся в Курск, чтобы закончить цикл из шести романцев на слова Пушкина «Полной отрешенности от внешнего мира». Эти романсы стали звучать по радио, тогда же профессионалы впервые обратили внимание на новый талант. В 1936 году Сверидов поступил в Ленинградскую консерваторию, а учителем у обычного курского паренька был уже кениальный Шостакович. В 1950-м годам у Сверидова сформировался свой особенный стиль. Очевидцы рассказывают, он считал, что именно зима лучше всего отображает русский характер. Стоит ли удивляться этим его ярким зимним произведением? В 1964 году он написал музыку к фильму «Метель» экранизации повести Пушкина. В том же году написал кантату «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака, а также кантату «Курские песни», навеянную пейзажами родного края. Историки музыки считают, что цикл Сверидова «Курские песни» послужил началом новой фольклорной волны в советской музыке. Вскоре режиссер Михаил Швейцар предложил композитору написать сюиту для его будущего фильма «Время вперед» по повести Валентина Катаева. Георгий Сверидов вспоминал «И мне пришла в голову мысль сразу же, мелькнувшей в моей голове острой ритмической формулой сделать такую маленькую кинопанораму. В те годы я работал довольно быстро, и новую запись музыки, написанную без учета хронометрических мерок, мы сделали тут же». Для воплощения замысла композитора исполнять сюиту должен был симфонический оркестр. И чтобы не тратить много времени на репетиции и объяснения, на записи сольную партию фортепиано композитор сыграл сам. Реаль задавал нужный темп и вел за собой духовые инструменты, исполняющие главный мотив. Сверидов писал в дневнике «Швейцар сделал блестящую киноэкспликацию под эту музыку. Кадры были весьма разнообразны, и это тогда впечатляло. Это оказалось в полном смысле словоноходкой швейцара, которую многие киноспециалисты позже изрядно начали эксплуатировать». Название сюиты было заимствовано у Маяковского. Валентин Катаев, автор повести, в названии использовал строки из пьесы Владимира Маяковского «Баня». В ее заключительной части звучит «Марш времени». «Взвивайся, песня рей моя, над маршем красных рот, вперед, время, время, вперед». Фрагмент, который так и назывался «Время вперед», и стал самым знаменитым из всей сюиты. Ее исполняли не только в СССР, эту мелодию можно было услышать в эфире западных радиостанций. Играли ее известные западные музыкальные коллективы. И современные музыканты говорят, что это произведение поражает своей экспрессией. В последние годы жизни Сверидов много болел, подводило сердце. Умер композитор 6 января 1998 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова